Биржа Семикс. Гарантировано верное решение. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Многие люди сейчас хотели бы узнать вообще, что происходит в мире, в частности в России, и какие перспективы сохранения своих капиталов, а также, может быть, их приумножения, и вообще куда двигается экономика. Ваше мнение какое, можете рассказать? У нас сейчас кризис российской экономики. Он вызван там не санкциями, не дешевой нефтью, это все детали, он фундаментальный. Потому что, когда разрушился Советский Союз, еще в начале 90-х годов, еще в рамках Советского Союза, у нас была создана модель экономическая, не только экономическая, которая занималась разграблением советского наследства в интересах, скажем так, отдельно взятых реформаторов. Эта машинка молотит до сих пор, и она разрушает нашу экономику, уничтожает нас, и все разговоры о том, что воровать нужно меньше, а строить надо больше, они пока не ведут к тому, чтобы ее чем-то другим заменить. То есть у нас саморазрушающаяся модель. В мире тоже развивается отдельный кризис, который пока в открытую фазу не пришел. Это сложился глобальный рынок, на глобальном рынке сложились глобальные монополии, и они, как положено, загнивают. То есть, когда наш кризис перейдет в открытую фазу, очень может быть, что по нам еще дополнительно хлопнет мировой кризис. Это о том, что с нами происходит. И вот в этом мы будем жить ближайшие пять лет точно, может быть, еще побольше. В этой ситуации возникает вопрос, что делать. На уровне макро ситуация такова, на уровне обозина все гораздо проще. Имеются две проблемы. С одной стороны, бизнес, какой уж он есть, хороший, плохой, он не может найти денег, он не может кредитоваться. Беда не только высоких процентов. Беда в том, что банки тоже распробовали, и мы уже видим, что даже Армата, завод, который производит Армату, оказался... Это танк. Точнее, это боевая платформа, которая позволяет повесить сверху башню будет танк, повесить сверху башню поменьше будет, так сказать, бронемашина. Повесить сверху 10 разных башен будет боевая платформа, которая по огневой мощи превышает обычный батальон. Бесконечное количество разного рода модификаций. В общем, это самое лучшее, самое новое, что есть в мире. У этого завода сейчас заморозили все деньги, потому что одно из его подразделений просрочило возврат кредита, оно уже извинилось, оно уже деньги заплатило, оно уже, как я понимаю, всех штрафов заплатило тоже, но все деньги заморозило. То есть, когда вы берете кредит в банке, проблема вашей риски, что вы не расплатитесь, это одна половина рисков. А другая половина рисков, что вы понравитесь банку, он вам скажет, дорогой друг, у вас очень хороший бизнес, вы так хорошо расплачиваетесь с кредитом, у вас все так хорошо, давайте мы заберем ваш бизнес в собственность. Ну, то есть, как некий рейдерский захват бизнеса банком. И это не шутка, я знаю людей, которые на это попали еще в 2008 году, но и поскольку не все понимают с одного раза, не все понимают с десятого раза, то люди продолжают на это попадать до сих пор. То есть... Так что, когда вы берете кредит, у вас риск, что вы не заплатите большой, но у вас большой риск, что вы заплатите. С другой стороны, у нас в стране много людей, которые какие-то деньги заработают. У всей страны лежат деньги в значках, под матрасами, в банках под отрицательные проценты. А почему процент отрицательный? Потому что цены растут значительно больше, чем процент по депозиту в банках, а если брать реальный рост цен, то значительно выше официальной инфляции. Вот у нас сейчас годовая инфляция процентов 15, по сравнению с логичным периодом прошлого года, это официально. А реально, если вы посмотрите на товары, на продукты, то процентов 30-40. Ну, 30 тоже точно. То есть вы хотите сказать, что деньги обесцениваются где-то в среднем 30% в год? Ну, если по потребительским товарам, да. Если считать по машине Майбах, то, наверное, сильно меньше, но у большинства людей другая потребительская картина. Поэтому, когда вы кладете деньги в банк, то вы их теряете. Вы их теряете не так быстро, как если бы эти деньги лежали у вас по матрасам, но вы их теряете все равно. Возникает вопрос, что делать. Одним катастрофически не хватает денег, другие не знают, куда их претхнуть. Ну да, парадоксальная ситуация. У нас развивался частный банкинг, когда люди давали взаймы, так сказать, знакомым, потом знакомые зависали, у них возникали проблемы и так далее. И на этой почве, на почве того, что у людей есть деньги и людям хочется сделать что-то хорошее, у нас развилось новое явление. Вот есть волонтерство, когда у меня есть свободное время, я иду там, помогаю бездомным кошкам или бездомным собакам. Сказал актер Леонид Ермольник, ну после того, как будут решены все проблемы бездомных, живут их в Москве, можно будет заняться даже бездомными людьми. Некоторые даже занимаются людьми, человеческими проблемами. Вот, а в них точно такая же система краудфандинг, это называется, ну грубо говоря, когда я жертвую не в свое время, и в свой труд, а деньги. Безвозмездная помощь, да? Да, есть, нет, ну, безвозмездная. Я плачу 10 тысяч рублей на съемку фильма, и в титрах мельком пролетает моя фамилия. Я плачу 1000 рублей на издание книжки и получаю стаканчик какой-нибудь, или чашечку с логотипом этой книжки. А может быть, даже саму эту книжку, себестоимость печати которой составляет там 60 рублей. Но это, грубо говоря, это благотворительность. Наши благотворительные дико плачут, что не так распространено, как на Западе. На Западе, по-моему, собирают сотни миллионов долларов в год. У нас собирают десятки миллионов рублей. То есть, все собирают. Ну, понимаете, это благотворительность. Когда я там, я дарю, я от себя отрываю, свои семьи забираю, кому-то это дарю, мне кажется, что это дело доброе. Ну, самый яркий пример Навальный. Я сильно сомневаюсь, что он собрал от людей те деньги, о которых он говорил. Но, с другой стороны, я знаю десятки людей, которые по 5000 рублей, по 500 рублей он перечислил. Ну, я думаю, что это скорее оппозиционеры в основном. Простите, это люди недовольные ситуацией. Недовольные ситуацией. Я хотел бы посмотреть на довольного ситуацией. Так, если послушать, то у нас президент Путин тоже недоволен ситуацией. Кто знает, может быть, он тоже Навального что-то перечислял. Я не знаю. Это Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги, да. Но факт тот, что благотворительность работает. Меньше, чем она запустила, работает. Так, коллеги, а почему бы не переложить это на коммерческие нужды? Когда вы точно так же кому-то даете свои деньги, но потом будете участвовать в прибыли. Такое возможно. Я думаю, что такое и есть. В конце концов, любой бизнесмен перед тем, как пойти в банк, бегает по всем своим знакомым, говорит, ребята, у вас хоть что-то есть, вот у меня такой хороший проект и так далее. Но это если один бизнесмен. А теперь представьте себе платформу в интернете, как благотворительная платформа, как Планета.ру, точно такая же. Только это не благотворительность, а это проекты, которые бросят прибыль. Там есть проект, там есть четкое описание ситуации. Каждый может примерно понять правдоподобное, неправдоподобное. Ну, оценить риски какие-то. А ну, подумать, это интересно, не интересно. Это может пойти, купил бы он этот товар или не купил бы он этот товар. И дальше говорится, что вот бухгалтерия такая-то, расходы такие-то, доходы ожидаются такие-то. Дорогие друзья, рентабельность проекта, условно говоря, 100% у годовых, потому что это средний бизнес, и все высокое. Половину из этого я отдаю вам. В конце концов, когда обычный малый бизнесмен ищет деньги на проект, перед тем, как идти в банк, надевать на себе этот хомут, он бегает по всем знакомым, по всем знакомых знакомых, по всем малознакомым, и пытается как-то собрать. Это логично и разумно сделаться в интернете. Когда вы смотрите на проект, как-то его оцениваете, можете запросить информацию, и дальше, если, скажем, рентабельность 100% или рентабельность 50% ожидаемая, вам бизнесмен, ну, бизнесмен прямо пишет в предложении, что половину я себе, потому что я работаю, я бизнесмен, я все это организовываю, а половину я отдаю инвестору. Ну, и что, даже 25% годовых, это, пардон, в два раза больше, чем любой российский банк. Понятно, что если проект начинается с нуля, то это безумный риск, то, что называется гринфилд. Но у нас очень много проектов, связанных с тиражированием того, что уже успешно. То есть масштабирование просто происходит. Масштабирование. Просто вот у меня стоит одна уставка, она чудесно работает. И там, к ней стоят очереди. Скажу, у нас сейчас, на ВДНХ стоят кресла-симулятор реальности. Но на самом деле, это никакая не игрушка, это боевой симулятор для того, чтобы учить пилотов-вертолетчиков, пилотов-истребителей, чтобы учить механиков-водителей и всех военных, кто связан с техникой. То есть настолько серьезная разработка. Это профессиональная разработка, просто нашей армии это не нужно. У нее все свое, они, если что, что-то-нибудь купят в Китае и, может быть, даже что-то будет где-то работать. Но это лучшее, что есть в мире. Поэтому это работает в качестве игрушки. Ну, на самом деле, лучше всего, самое качественное, так сказать, с задником, с элементами искусственной реальности, прямо на подходе к этому креслу, это в Твери, это не в Москве. У нас лучшие технологии до Москвы доходят очень нескоро, и в части канико-кизляр, и в части, так сказать, высоких технологий. Но у ВДНХ стоит три таких кресла. По ним очередь. Поэтому, если поставить три других кресла, то загрузка будет гарантированной. Это гарантированный бизнес. Но идти в банк, значит, остаться безо всего, включая голову, свободу с высокой степенью района. Ну, можно повторить танк. Поэтому можно тиражировать. И это достаточно надежная вещь. И каждый человек может посмотреть и оценить. Ему это интересно, ему это неинтересно. И вот это вот, своего рода, биржа высоких технологий, биржа современных технологий, технологий, которые давятся монополиями во всем мире, не только у нас, которые давятся бюрократами во всем мире, не только у нас. И эти технологии, они могут работать. И они могут приносить прибыль даже самым обычным людям, даже в самых лучших условиях. Безусловно, это риск. Безусловно, это вызывает опасения определенные. Но здесь можно посмотреть, а в отдельных случаях можно пощупать, можно покрутиться. Ну, то есть, человек может, по сути, насколько я вас понял, то есть, по сути, человек может стать совладельцем или, как раньше было, дольщиком бизнеса и получать какие-то дивиденды. Слова могут быть разные. Дольщик, пайщик, инвестор, совладелец, все что угодно. Вряд ли совладелец, потому что вы не сможете участвовать в управлении этим проектом. Естественно, все риски, связанные с бизнесом, остаются. То есть, это не депозит в банке, но это имущество, которое можно, в конце концов, продать, потому что часть проектов, я думаю, будет предусматривать выкуп, если, так сказать, организатор проекта, человек думающий, человек разумный. А с другой стороны, это просто будет работать не под 12% годовых, не под 7% годовых. Ну, то есть, тут получается, что банки как посредники убираются, и люди начинают коммуникацировать. Ликвидируется банк, причем, понимаете, когда в старые времена банк обеспечивал защиту от риска, банк обеспечивал проверку проекта. Сейчас мы видим, что банк работает очень-очень формально. Когда банк требует полностью обеспечить залогом предоставляемый кредит, цена залога занижается, то есть залог завышенный, как в истории с ароматой, все равно все блокируется, но банковская система начинает оправить извращение, по крайней мере, в инвестиционной сфере. Ну, и, соответственно, инвестиционный климат ухудшается, получается, в стране. Инвестиционного климата у нас нет, потому что у нас не защищена собственность, у нас производство монополий и так далее, и так далее, и так далее. И я просто знаю людей, которые успели убежать и не попасть в тюрьму после того, как взяли кредит в лучших российских банках. По всем. То есть настолько бывают случаи... Просто банкам понравился их бизнес. Но кредитование через банки для нас с вами невозможно, потому что можно положить деньги, банк на этих деньгах заработает там 25% годовых, 30% годовых, 23% годовых, нам даст крошечную копеечку. Еще комиссию с нас снимет за то, что мы посмотрели на выезд. Но можно обойтись без этого. Да, это повышает риск, что вы сами должны принимать решения. Ну, или можно обратиться к специалистам каким-то... Ну, в принципе, инвестиционно. И специалисты это хорошо, но мы все боимся специалистов, мы все сталкивались с ними. Это, знаете, как с врачом. Приходите к врачу, и он вас хочет вылечить, или он хочет вас ограбить. Ответ на этот вопрос вы не знаете, если у вас нет медицинского образования. И зачем ему хотеть вас вылечить, когда он может вас запугать и ограбить, это вопрос открыт. Вот. Но, тем не менее, вы можете сами посмотреть на проект. И, понимаете, если вы обычно инвестируете в обычный проект, вы должны инвестировать миллионы долларов, чтобы все пощупать руками и потрогать. А здесь есть проекты, которые вот те же самые кресла симуляционной искусственной реальности, которые стоят на ВДНХ, вы можете покрутиться. Причем, понимаете, это стартовая технология. Ну, просто я знаю вот эти кресла. Какие-то другие, наверное, тоже есть, просто я их не знаю. Вот. Современный бизнес это игры. Сначала были социальные сети Facebook, мы опоздали даже ВКонтакт. Потом были игры Мир Танков, мы тоже опоздали. Но, когда эти танчики будут подключены к этим креслам, и вы будете играть в танк, не глядя на него со стороны, а сидя внутри в кабине за рычагами или за пушкой, это будет качественно иная игра. И вот в этом мы можем успеть. То есть, человек, обычный человек, который, грубо говоря, не имеет большого капитала, имеет какие-то небольшие накопления, может путем, вот, как вы говорите, биржи инвестиционные вот этой вот зайти... Инвестиционная площадка, только это не краудфандинг, это не подарок, да, а это краудинвестинг, облачное инвестирование. Когда кто-то, кто-то вообще 100 рублей инвестировал, то есть, вход на 100 рублей, кто-то 10 тысяч. Получается... Это разные проекты, разный вход, да, но здесь нет ограничений. Нет ограничений. Потому что вы, да, вы можете прийти, заплатить там 200 тысяч долларов и участвовать в проекте. Пожалуйста. Как большой, серьезный инвестор. Но у вас нет 200 тысяч долларов. Или вы не хотите рисковать, даже двумя стены тысяч рублей, в конце концов, это риск. Зачем? Огромное количество людей инвестировало в Навального по 500 рублей, по 1000 рублей. Я даже знаю людей, которые по 5000 инвестировали. Да, только это была не инвестиция, это была благотворительность. А вы можете инвестировать и получать с этого доход. Ну, то есть, человек может, по сути, имея небольшие деньги, проинвестировать их в некий перспективный проект через вот эту площадку и через там 3-4 года получить достаточно в разы. Ну, разные проекты по-разному. Где-то в разы, где-то там на десятки процентов. Где-то через 3-4 года, а где-то вот вы сегодня начали вкладываться, там, значит, график, оп, собрали деньги на это кресло и вот оно стоит, вот оно приносит вам деньги. То есть, уже через пару месяцев можно получать какой-то прибыль? Опять-таки, надо посмотреть, там разные проекты. Думаю, что какие-то есть через пару месяцев. В чем проблема? Я понял. Очень интересная, перспективная как бы технология, я думаю, в России. Ну, то есть, получается, что, на мой взгляд, она может еще чуть-чуть ускорить экономическое развитие общее, потому что у людей повышается платежеспособность, и они могут эти деньги использовать для каких-то отчетов. когда деньги из-под матраса начинают работать, это, естественно, приносит пользу и обществу в целом. Это каким образом? Ну, увеличивается деловая активность. Увеличивается деловая активность, создаются рабочие места, появляются налоговые отчисления, а если у вас проект в интернете, то вам придется платить все налоги, потому что, если вы платите не все налоги, и при этом не являетесь публичным домом, то вам придут. Ну, конечно, лучше быть законопослушным. Если вы организуете публичный дом, тогда к вам не придут или придут другие люди, насколько я могу судить. Но, если вы пытаетесь сделать легальный нормальный бизнес и не платите налоги, ну, извините. Так что, это все будет абсолютно в белую. И, соответственно, это все будет прозрачно, и это все будет понятно. То есть, проекты все планируются быть публичными, то есть, человек видит организатора этого проекта. То, что вы видите в интернете, это означает, что это уже видит и государство. Если государство забудет прийти за своими налоговыми платежами, ну, вы знаете, так не бывает. Согласен. Поэтому, с этой стороны, все спокойно, все надежно. Очень интересно. Ну, и, может быть, в конец нашего диалога скажете какие-то рекомендации вообще, чего ждать людям в ближайший год? Какие применять методы? Вы знаете, я не скажу ничего сверх того, что вы знаете сами. О вас никто не позаботится. Вы можете качать права сколько угодно на людей, которые читали Конституцию, даже несколько лет назад перестали бить на улицах по 31-му числу. Они там думали, что у них есть право. Потому что даже ОМОН начал этих блаженных жалеть. Так что никто, кроме вас самих, о вас заботиться не будет. Государство вас вспоминает раз в 4 года, раз в 5 лет, я не помню, раз в 6. Там все меняется, когда происходят выборы. Иногда даже не вспоминают, если все хорошо у него. Но это другая тема. В конце концов, если вы взрослый человек, то вы сами должны о себе заботиться. Вы не дети, вы не инвалиды, вы не глубокие старики, вы не беременные. Многие из вас, в конце концов, не беременные женщины. А это значит, что вам никто места уступать не будет, а заботиться вы о себе должны сами. И да, конечно, ваша успешная деятельность, она улучшит ситуацию в экономике. Но, вы знаете, давайте пусть у нас сначала улучшит ситуацию вашей семьи. Ну да. А об экономике как-нибудь потом позаботимся. Я понял. Ну, последнее напутствие такое вот. Чего делать-то все-таки? Есть такая хорошая фраза «Думай и богатей». Давайте не будем забывать про первую половину этой фразы. Думать обязательно. Думайте, дамы и господа, и богатейте. До свидания. Счастливо. Биржа Семикс. Гарантировано верное решение.